всем привет мои хорошие с вами светлана и сегодня у нас с вами ванны и кухня красоты скажем так я уже надеваю перчаточки сейчас будем с вами краситься краской фаберлик эксперт color оттенок 81 я уже две выдавила в чашечку одевая перчатки на этот раз дела две потому что ну прям последний раз одна упаковка не было в натяг прямо в натяг натяг еще сегодня будем с вами тестить не смывашку двухфазную от салонки я уверена что на меня не разочарует потому что всю эту линейку я обожаю будем с вами тестить сковороду новую от фаберлик да мне уже девчонки писали интересно было бы посмотреть как отмываться будет силикона жир вот именно силиконовой крышки как будет отмываться жир потом девчонки еще говорили что крышка свисает да у меня сковорода 24 размера крышка рассчитана 24 на 28 и то есть по бокам сковороды я тут красочку замешиваю по бокам сковороды она свисает довольно сильно то есть не свисает а выступает вот и не будет ли она плавится когда вы будете готовить естественно в инструкции сковороде написано что на сильном огне не надо готовить это написано к любой сковороде так в инструкции но мы с вами попробуем на большой комфортке при достаточно сильном огне и не будет ли она плавляться в общем постараемся протестить сковороду со всех сторон потому что цена конечно же все говорят да и я в принципе говорю завышенная но вдруг эти продукты проявят себя как-то по волшебному да и все-таки окажется что они стоят своих денег я девчонки щетку не нашла для покраски буду делать это руками вот и вдруг она действительно стоит своих денег да мы тут на нее наговариваем поэтому мы с вами протестить ее постараемся прям по максимуму у меня девчонки отросли уже корни если вам видно вот так да не уже себе и поэтому кто пишет что я часто крашусь мне часто краситься как ни крути раз в месяц я крашусь это новый стабильно я сейчас чаще не буду на разместия крошу потому что у меня отрастают корни и ходить седими корнями я не буду это уже заметно видите сейчас посмотрим конечно как 81 меня возьмет может быть хотя бы какой-то оттенок придаст но седину она закрашивает стопроцентно стойкость у нее тоже хорошая но на мой сейчас непонятный цвет как она ляжет осветлит или не осветлит непонятно я не помню какой 81 окислитель девятка наверно мне кажется девчонки девятка а девятка до девятка поэтому результат может быть непредсказуемым но я надеюсь рыжий я не стану мне уже какой только не стать в принципе краска с пепельным потоном поэтому не должна не должна стать рыжий потом покрасимся с вами когда все смоем как раз протестируем не сломашку так ладно девчонки я вас долгими разговорами утомлять не буду сейчас нанесу краску на все волосы и к вам вернусь девчонки еле выжила задыхаюсь капец конечно на вонючие голову дерет но я все равно эту краску люблю и брать и буду потому что она столько я уже как-то потеряла вы знаете мне кажется получится очень интересный цвет так что я засекаю время и минуточек через 40 увидимся с вами посмотрим что получится ну девчонки такой у меня цвет до смывки я даже не знаю как его описать вроде как посерела в общем сейчас буду смываться и все вам покажу расскажу и но это при дневном свете этом классный цвет все равно все пошла смывать девчонки ну вот цвет волос я очень довольна с учетом того что получилось корни чуть-чуть потемнее кончики светлые пепел с таким интересным отливом мне нравится цвет волос крутой и вот при дневном освещении вам снимают посмотрите как на солнышке на солнышке вот классный мне понравилось про не смывашку не смывашка тоже классная я смыла краску волосы шампунем не мыла нанесла бальзам который после краски да и не смывашечку дала ей минут пять поработать на волосах и начала укладывать волосы волосы живые объемные какие-то знаете плотней вот в принципе от шампуня и бальзам из этой же линейки у меня такой же эффект здесь очень круто она поработала на моих волосах так что девчонки не смывашку нового умный кератин берите даже не раздумывайте она действительно крутая мне понравилось цвет тоже получился классно в общем я довольна как слон пока своими волосами супер вот вот ушла где потемнее да но тоже естественное освещение искусственного нет вот такой вот цвет особенно мне нравится цвет кончиков вообще супер так равномерно все легло все-таки я теперь буду брать исключительно две пачки краски чтобы как следует все прокрасить и было все красиво ну вот девчонки бейсболка смотрите подними головку она достаточно глубокая она хорошо боком повернись боком она боком котену так бочком она глубокая как я и рассчитывала это на самом деле круто она от солнца будет защищать сейчас в такую жару от перегрева вообще здорово она глубокая и все личико будет то есть тоже от солнца защищаться но может быть прям вот край видите какая глубина она действительно глубокая нам семь лет скоро исполняется ну-ка давай вот так вот смотри мне нравится все когда на бок вот так я люблю когда ходит и ухо такое до боков только веду очень прикольно повернись чуть-чуть сюда не к нам передам прикольная не классно просто сейчас много бейсболок который не глубокие и как бы от них толку мало это бейсболка глубокая она действительно крутая девчонки рекомендую ну что у девчонки за тест сковородки она у меня уже на газу уже горячая сейчас я буду разбивать туда яичко без масла яичко разбила накрываю крышкой потом с вами будем жарить наггетсы на сильном огне и посмотрим будет ли плавится вот эта крышка нагреваться и так далее вот тут прям большой жар кстати возле крышки вот так что обязательно проверим с вами сейчас я прибавлю даже вот посильнее видно вам вот на каком огне потом посильнее сделаем сделаем посильнее и будем жарить наггетсы посмотрим что будет вот этим силиконом так сейчас я его переверну посолю и переверну я люблю так с двух сторон яичко смотрите прилипло что ли до прилипло неудобно одной рукой ешкин кот сейчас положу яичко чуть-чуть прилипло его об переворачивая все растечется ну заодно проверим как следует сковороду вот видите без масла до абсолютно без масла какое оно получилось так я сейчас накрою еще на две минуточки с другой стороны так сейчас будем снимать яичко пока крышка вроде силикон с ним ничего не случилось так ну она если даже прилипает то все нормально отходит но как правильно вы подметили на новых сковородах так всегда сковородах да вот это все она нормально отходит так сейчас я ее протру и будем с вами жарить наггетсы на масле вот наггетсы уже шкварчат огонь довольно сильный я вам показывала сейчас если прибавлю боюсь сгорят в общем средний огонь на самой сильной комфорте накрываем крышкой и с двух сторон будем обжаривать по итогу посмотрим случилось ли что-то с силиконом или нет он конечно нагрелся ночью горячий привод порог терпимости на одну секунду до прям сильно горячий но вроде не становится мягким он смотрите он толстый же такой вот толстый сейчас посмотрим по завершению обжарки наггетсов что случится что-то с силиконом или нет но вот девчонки жарила на сильном огне очень быстро кстати готовится продукт ну не как на моей другой сковороде вот прям вот от буквально одна минута наверное по поводу крышки она не плавится с силиконом ничего не происходит он очень горячий кстати ручка нагревается она тоже горячая вот этот вообще огненный просто до него уже не дотронешься но не плавится силикон кому было интересно кто у меня спрашивал как бы силиконом ничего не происходит он не деформируется он не плавится видимо он термоустойкий так что по этому поводу не переживайте но ручка нагревается она такая теплая но держать можно но она прям такая достаточно теплая практически горячая вот так что я сковородой довольно ничего не прилипло все хорошо вот так ну и на этом буду прощаться если видео было вам полезно обязательно ставьте лайк подписывайтесь на мой канал впереди нас ждет много интересного а я с вами прощаюсь пока пока берегите себя